Третье. О спасении что от нас сокрыто? Ну если так, братья тоже на этой неделе один говорит, я слушал Златоустрою, прямо ну никак не воспринимается, и наткнулся, что у вас насчитано все, сейчас все время считают, женщин там, а то Бог делает. У меня голос, если бы был шалябин какой-то, а то... Но, вот я когда так думал, я нашел людей, которые могут считать. И они стали считать, допустим, на 375 метров, это 8 часов 20 минут, 4 дорожки. И одну дорожку считает священник Василий Толстенко, а он военный, как бы это за... Следователь, он считает как рубит, вот так, меня сразу попросили, пересчитайте, не слушайте. А другое там, другие были. Пришлось пересчитывать. То есть я свой голос там и не на какой высоте. А получилось, и не то, что уже люди привыкли к этому слушать. Особенно архипелаг ГУЛАГ. Один говорит, слушал я, так слушать еще. А ну нашел, говорит, вот это отсчитает, видно, что зэк. А тот какой, лапкин? Ну он ударение сделал неправильно, его к стенке поставить надо. А ну стрелять его мало. Какие воздушные разные. И вот я насчитывал добротолюбие, но Таус это понятно. Учитель покаяния. Самый плодовитый за 2000 лет. Но над нас оказалось прячет святых. Прячет. Я знаю три святых, которых прямо спрятали. Не дают. А как вы узнали, что спрятали? А подсказали. И подсказал не кто-нибудь, а Алфея. Иларион. Начал переводить и остановился. Два есть святых, которые не переводят. А какие? Симеон Новый Богослов и Исаакий Сирианин. Два. А теперь я третьего сам нашел. Иероним Стридонский. Иероним Стридонский. Он написал, Иероним Стридонский для западной церкви, как для нас, златоуст. Он перевел на мульгату, на их язык, всю Библию. На это ушло у него 30 лет. В Ефремской пещере. Помогал ему какой-то знатный, старик был, старик непростой видать. По сегодняшний день лучше его в мульгаты нету, перевода. Я когда был в Жердамвиле, а там монастырь, главный монастырь зарубежной церкви православной, и сказал, а у вас есть, нет? Иероним Стридонский. Называется так. А нравственность и священство? На ней, говорит, есть. А можно посчитать? Нельзя. А почему? Вот такое решение приняли. Вот как. А кто натотолкнул еще на это? Вот это брюссельский епископ. Василий, кажется, его, если не ближайся раньше. И говорит, знаток греческого языка, Феофан Заткорник. Он начал переводить и остановился. У вас сколько у человека. Нельзя людям давать это. Почему? У нас люди все разойдутся, у нас верующих не будет. Мы вроде с голоду умрем. Они берут такую планку, называется, ангелы на земле или человек на небе. И она за того, что упрекали, говорили, а он не проповедник. Он только ругается и ругается. А кого ругают? Да все богатое. Пока вы не перестанете угнетать бедных, я не перестану давить вас. А это все говорит. И сегодня выставили сразу 2 или 2-3 ролика. Голубева Екатерина, она была здесь. Она насчитывает Семена Нового Богослова. Я не знаю, почему так, но мне так близко. Если бы не подписали и сказали, я бы сказал, это моя проповедь. Насколько оно к одному сходится. Я как-то сижу дома, переплетаю, а в это время приемнику передают что-то. А Надежда говорит, ты послушай, я послушал. Да это моя проповедь, раз слово оно метло, которое я не употребляю. Еще одно. Да кто же это? Оказал взор Александра Крахмальникова в Москве. Кандидат в голосовских наук. Я тут же все прикрутил, билет к увыке и к ней поехал. Ну поехал мне один, за меня подцепился. Володя один был. Так, Толсток, кажется, его фамилия правильно была. И мы там с ней познакомились. А до этого меня приглашали уже не один раз в митрополит Виталии, в Канаду и в Америку. Ну что я пойду делать-то? У вас там люди такие, не знаю. Я везде ехал. В университетах, где преподавал. И всем задал вопрос. Ехать, не ехать? А что ты там будешь делать? У них своих хватает. А Зоя говорит, поезжайте. Вам придется работать по этой тематике, и вы ни разу их там не видели. И она меня вышибла буквально. Я тут же... А мне билет уже... Все, высылают доллары. Но это так было неожиданно. Я уже в самолет сажусь. Уже с билетом все. Буквально страфа меня снимает. В зеленой фуражке. Пограничники. Офицер. Так, Лапкин. Говорит, мой самолет. Никуда он не полетит без вас. Вот скажите. А там звание-то лейтенант, старший лейтенант, который говорит. А вот с чем отличается зарубежная церковь от православной патриархии? Вот это вопрос. Так вам-то зачем это знать-то? Так. Указание пришло. Вы не полетите. Говорят, у меня куплено. Билет целый будет. И они дня три меня еще промурыжили. Ничего не нашли. Компромат никакой. И тогда отправили, я полетел. А когда Иеронин Стридонский написал вот это, о нравственности священства, язычники переписывали этот трактат. И друг другу говорили, вот какие христиане, вот какие проповедники, вот какие попы у них. И от него все друзья отвернулись и говорят, ты церковь все разогнала. А теперь их ни одного нету, кто говорил, а Иеронин Стридонский, главный для Католика, как и для нас, Иоанн Златовыц. Но они не дают даже сегодня. Он показывает, что в первую очередь алчность, дальше неподвижность, на одном месте стоят это. Все это, какие-то приводят данные. Нет. И он там все это высказал. И материалы, и у него были близкие друзья, такие Иеронин Стридонского, все отошли от него. Он буквально в одиночестве убирал. А когда дальше-то разобрались, Витар Тарабич говорит, на севере будет маленький человек, слышим? Вокруг него листемера будет много. Но придет время, но останутся мудрые крии, и они поймут, как ему было тяжело. Это все мне приписывают это. Я вас знать не знал, в 1899 году умер. За сто лет свишек для нас. Витар Тарабич. Вот это, про что я хотел сказать, третий вариант. От нас кое-что скрывается. Если у вас есть слушатель, то теперь, уже в готовом, на считанном виде, я могу скинуть Семену Нового Богослова. Сегодня только три ролика начитала Екатерина Голубева. Она была здесь. Уборщица. Книжка стихов вышла ее. Сын у ней закончил МЧС. Ему 80 человек покоряются. Подчиненные. И везде готовимся. Готовимся. Видно, вот с курсом сейчас везде пролептое идет. Вот. Как вы должны быть готовы. Пользоваться тем, что дал вам Господь. И знать, что вершины нам здесь никогда не достигнуть. Но с этим надо соглашаться. А вот если вот, мне вопрос сегодня задали. А вот, если это вот так, а как вы будете отмещать, я говорю, 130-й псалом. Если есть, открой. Вот это. Сейчас он человек возьмет. Открой. Вот это вот. Как вы будете отмещать? Вот такое сегодня, да, конкретно. И вот выступление патриарха. Что вы будете говорить? Первое, что тебя там не было рядом. А второе, 130-й псалом. Я им пользуюсь всегда. Надо знать, где ключ. Слушайте внимательно. Господи, не надмивало сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое для меня недосягаемое. Так, я не входил туда, это великое. За то, чего в Библии нет, о том не рассуждают. И дальше. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как детяти отнятого от груди матери? Когда от груди отцепа ребенка осаживал, ребенок просился обратно. Я как детяти отнятый от груди. Я кричал, мама, мама. Нет, все, кончено. Другое будет. И вот Давыд это все говорит. Я никак не вхожу туда. Зачем? Ну, так сколько материалов, еще раз говорю, в Библии ни одного слова об этом не говорит. Вот сегодня меня, я скажу, интервью, готовьте вас, запрашиваю, будет важная ведьма, люди, вот с этим курском где-то. Я могу сказать только, ну, что посеешь, что и пожнешь. Кто идет в плен, сам идет в плен. Кто убивает мечом, кому надлежит быть убитыми. Я просто приведу место. Откровение 13.10. Ни одного слова. Вы против, я не против, если я знаю только одно. Погибают люди. И погибают люди гражданские, которые даже оружие в руки не держали. Сколько сегодня показывают сразу убитых. Бегут толпами оттуда. И все это для наших пользователей. Было бы по-другому. Господь, все вредно. Нет, вредного нет. Поэтому каждый день молитву говорю, благодарю Тебе, Господи, за здоровье и за болезни. За друзей и за врагов. Да будет воля Твоя, Святая. Есть такая поговорка. Враги нам, лучшие друзья. Они каждый день придут нам в золотой венец. Радуйтесь и веселитесь. Там 5.16, кажется. И вам говорят, Мария. Когда будут гнать, злословить вас, то гнать и пророков, бывших прежде вас. Ибо велика ваша награда. Велика награда только за одно блаженство. За каминя. А если тебя никто не трогает или нет, ты никак не попадешь туда. А как ты можешь попасть? Через свидетельство. Свидетельство. Сколько рассказов праздных на эту тему пишет? Даже вообразить нельзя. Маленький рассказик такой. Я верю, что это так и было. Там не написано, что они православные. Я уже добавляю кое-что. Буду тогда, чтобы было понятно. Не столько, как челочная дипломатия. Делики Синджа. Я всегда ее расширяю, когда рассказываю. И здесь об этом же нам нужно рассказать. Вот человек в новое место приехал. А какое племя самое жестокое? Школьники. Это самое жестокое племя. Они над горбатым стрибутся, а с них храпают, они показывают сзади там. А ты еще здесь деревню у вас тут благо. Ты посмотри, в городе как есть. Все на тюрьме говорили. Восьмиклассники там, или девятиклассники. Ну какие они? И одна с ними не знаю все. Они между собой договорились. А нам выходят, они сразу пошли наглубь. В подвал затащили. Бой держат. А мачки нас силы дрем. Даже статей такой нет. Он говорит, почему не указали там, которые были до этого. Кони, другие. В царское время. А не было этого. Этого никто не знал. А дальше помолчили с ней на лицо. Она с этажа бросилась. Без слез нельзя слышать. Это наше поколение. Это мы живем среди них. Пятилетию изнахратил. Его судят. А зачем вы это украсили? Там флиреи, там ленточки разные. Это реально. Я разговаривал с этими людьми. Допуск у меня был. Заключенными такими. Зачем вот это делал? Он еще не понимал. А что нужно делать? Молиться. Детей никуда не отпускать. А я вижу, дети ягоды отдельно собирали. Уже где ходят. Наше время были плотниковы. Катаются где-то. Я с этим боролся. Было двое ребятишек. На дороге сидят. Я тут была, могу. Возвращался назад. Не трошу наши дети. У них песочница есть. Они не играют здесь. Все. А что это погибнет? А я гонял. Сколько? А прислушаться нельзя. Они расположены где-то. И на дороге не играют. А там наши. И где-то. Тебе понятно? И поэтому прислушайтесь, когда что-то говорят. Я даже сказал, когда священники приходили написать дальше. Когда кто обратился через себя? А мне два священника приходят на дом, в ночное время. Я когда в Москву приехал, у меня за ночь три епископа приходили. Три. Задавать вопросы не могут разрешить. Это разрешено Божие. А я не могу. У меня вообще образований нет. Ни семинария, ни академии. Никакого нет. А как? А как Бог смотрит? А что, да вот эти приехали. А вот здесь не надо. А вот здесь? Маленький случай. В баптистах. Они такие, я говорю, веселые. И говорят, а надо проверить, за ними следят или нет. А где? Ну, по этой площади пройдем, где КГБ находится. И все. Там. Они за нами. Мы сразу их увидим. Пошли. И говорят, а видите, он там человек прыгнул за этот. А за нами идет. Сейчас мы проходим. За угол только заходим. Бежим бегом. Бежать метров пятьдесят всего. Они успеют до нас. А там. Человек только проходит. Мы на той стороне, машина у нас там стоит. Мы сразу машину. И они отстали от нас. Вот так мне на беседу приводили. Ну и привели. Хорошие ребята, правда. И вот старший. У них не как у нас как-то. Голову положил на плечо, по спине похлопал. А они целуются как Брежнев. Губы. Не просто так. И который старший-то целовался. И говорит, братья, вот выйдем и держайтесь. Я скажу. Вот когда целовечка с вами так говном воняет. А вот я с Игнатом, говорит, поцеловался на такой свежий хлеб. Я говорю, мясо не едим. Я вам рассылал. Этого. Рожек. Называется. Говно. Говновоз. Получила? И он сам играет на гитаре. Там. Слышал? Как он перебирает. Говновоз, говновоз, говновоз. Как принес. И сколько вы насрали. Это играет на гитаре. А потом второе исполнение. Высоцкий исполняет это же. И как. Зарубежные приехали. А вони сейчас дают вас. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И привет. Это припев. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И он сам сидит на гитаре и играет. Я что скину вам? Говорил? Нет. Смотрю. Получили? Наверное, получилось. Ну а ты все-таки посмотрел. Посмотри. Тебе полезно, потому что автор стихотворения играет и на гитаре на гитаре. Вот так. И дальше что? Да ходят. Скажи не разу. А ходят мимо тазу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да подтираться нещим пальцем по стене. Ой-ой-ой-ой-ой. И колеса все. Не освободишь от говна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И все за три каких-то бумажки работаешь месяц. Ой-ой-ой. Без кого-то обойдутся, а без говновоза никто не обойдется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А официально. Это никто не скажет, что плохо. Все слова цензурные. Ну и соответствуют действительности. Я вам не скидывал, Ирина. Я вам скину. Сегодня выставляли маленькую такая надпись. Украина. Никогда она не будет любой, потому что она лежит вот в таком-то. У них, не говоря, гивно. Они буквы и везде сойдут. Ну вот все, что я хотел сегодня сказать. Надпись честны. Будьте бодры. Молитесь. Я не знаю, батюшка, операцию когда будет делать. У тебя операция какого числа? Знаю, где? На среду. На среду назначили. На среду назначили. А выезжаешь когда? Во вторник утром. Вторник утром. Утром вторник. Ну я с тобой. А тебя встретят кто-то или как? Ну я тебе спочу послать. Добуном встретит. Что? Добуном. Ну все тогда, он знает куда отпустить и проще. Ну вот так сегодня у нас. Ну все. Так, ребята, пока есть время. Открывайте. Сидеть я иду. Из Израиля и отовсюду. Горит все буквально везде. Горит все буквально везде. Не застмини я Бога стопоручую. Сущую Богородицу тебя величай! Артиха, поблагодари Бога. Господи, мы благодари Тебя за эти занятия. Открой нам уши уразумения Твоего Писания. Помоги нам исполнять его. Тебе же за все хвала, Тебе же за все хвала. Аминь.